В эфире новости в студии Анна Волченко. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. С заботой! В четверг на заседании правительства Севастополя утверждены размеры денежной помощи отдельным категориям граждан. Дать старт! За год 18 фермеров получили гранты на открытие хозяйств. Наши корреспонденты узнали, удалось ли наладить производство одному из них. Небольшое подспорье. Севастопольским пенсионерам начали выплачивать единовременную компенсацию в размере 5000 рублей. В безопасности. В преддверии крещения Господня спасатели обследуют морское дно. Проявили себя. 32 ученика младших классов средней общеобразовательной школы номер 14 приняли участие в соревнованиях по гимнастике. В четверг на заседании правительства Севастополя утверждены размеры денежной помощи отдельным категориям граждан. Также, согласно постановлению, определены суммы социальных выплат тем, кто возьмет на попечение или усыновит детей-сирот. Подробности в следующем репортаже. На заседании правительства Севастополя утверждены размеры денежной помощи отдельным категориям граждан на 2017 год. Данные выплаты осуществляются ежегодно в рамках мер по социальной защите граждан. Цифры озвучили с учетом индексации. Единовременная денежная помощь жителям города, которым исполняется 100 лет и более, 4200 было 4 тысячи. В 2016 году у нас таких граждан было 11 ежеквартальные социальные пособия. Членам семьи военнослужащих, погибших в республике Афганистан, их 14 человек. Членам семьи военнослужащих, погибших на атомных подводных лодках, комсомолец и Курск, 17. И членам семьи военнослужащих, погибших в мирное время, 18 человек. Этим предлагается ежеквартальную выплату в размере 4 тысяч рублей. И единовременная денежная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Минимальный размер был 1140, максимальный 11400 в этом году. Предлагаем установить цифры в размере 1200 и 12 тысяч соответственно. Получателей данной поддержки в прошлом году было 998 человек. На заседании правительства также установлены размеры социальных выплат, осуществляемых в случае устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье опекунов приемных родителей на 2017 год. В данном постановлении предлагается установить ежемесячные выплаты на содержание детей, находящихся под опекой попечительства в приемной семье, с 1 января 2017 года 14 625 рублей на одного ребенка, с 1 февраля 2017 года 15 283 рубля на одного ребенка. Ежемесячное вознаграждение приемному родителю с 1 января 2017 года на одного ребенка 750 рублей, на двух 10, простите, не 750, а 7500 рублей, на двух детей 10500, на трех 12 тысяч, на четырех 13500 и на пятерых детей 15 тысяч рублей. На каждого следующего ребенка денежное вознаграждение возрастет на 30% от размера средств, установленных на его воспитание. На ребенка-инвалида размер выплат увеличивается на 70%. На заседании правительства также утвержден устав государственного унитарного предприятия «Севастопольский морской торговый порт» в новой редакции. Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Владимирович Овсянников дал поручение профильному департаменту определиться с кандидатурой директора предприятия. С середины января в городе заработают две специализированные ярмарки – выходного дня и северная. Анатолий Детюк, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Ярмарки выходного дня, где можно будет купить сельскохозяйственные продукты питания, откроются с 14 января во всех районах города, сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Торговлю планируют организовать на девяти площадках, рассчитанных на 285 мест. Они будут работать по субботам и воскресеньям до 31 декабря 2017 года, рассказали в Главном управлении потребительского рынка и лицензирование Севастополя. Ярмарки расположатся по следующим адресам. В Главном управлении потребительского рынка и лицензирование Севастополя отмечают, организация ярмарок поможет обеспечить доступность товаров, первой необходимости для населения, а также позволит предложить севастопольцам более широкий ассортимент продукции. За два года существования государственной программы по поддержке начинающих фермеров гранты по полтора миллиона рублей получили 18 севастопольцев. Это хозяйство по выращиванию винограда, малины, грибов, ягод, а также производство по выведению пчел, рыб, кроликов и других животных. Наши корреспонденты побывали в гостях у фермера, который получил грант на выращивание перепелок год назад. Удалось ли наладить производство? Смотрите далее. 5 тысяч перепелиных яиц в день. На такой объем производства планируют выйти фермер из Новобобровки уже через год. Это в 10 раз больше, чем сейчас. Начиналось его хозяйство несколько лет назад всего с пяти яиц, из которых мужчина вывел своих первых перепелок. Дело росло, но вот средств, чтобы наладить полноценное производство, не хватало. Помог грант, который Александр Викторович Лещук получил в прошлом году по программе «Поддержка начинающих фермеров». На выделенные почти 2 миллиона рублей закупил оборудование породистых птиц и, главное, построил ферму на 120 квадратных метров. В здании четыре помещения, но оборудовано и работает пока только одно. В нем уже больше двух тысяч перепелок. Еще надо подсобные помещения для хранения кормов, для переработки кормов. То есть, своя специфика, определенное количество протеина. А так как корма у нас здесь не изготавливается, приводится из большой земли, цена, конечно, дороговато. Поэтому планируем, что построим кормовой цех, в котором будем из составляющих сами изготавливать корм. За пять лет, справляясь с трудностями в технологии выкармливания и ухода за птицами, удалось наладить производство полного цикла – от яйца до взрослой особи. Фермер говорит, в его хозяйстве есть роддом, ясли, детский сад и даже больница для перепелок. В начале цикла яйца с эмбрионами помещают в специальный инкубатор, а через 16 дней вылупляются птенцы. Затем малыши крепнут около двух недель в клетке с лампой. В возрасте 14 дней, две недели высаживаем на клетку. В течение 45 дней организм формируется и проходит репродуктивный период, после чего она начинает нестись. Здесь полноценно начинает птица нестись где-то в месяца два. И несется, ну так сказать, год 100%. В год она, каждая девочка, вот именно этой породы, выдает около 300 яиц. Выращенных перепелок фермеры продают на мясо или на развод. Часть яиц остается в хозяйстве для увеличения численности птиц. Остальное тоже идет на продажу. Говорят, товар пользуется спросом. Благодаря государственной поддержке за счет грантов в прошлом году удалось развить еще около 10 фермерских хозяйств Севастополя. За 2016 год денежных средств из федерального бюджета было выделено на грантовую поддержку в размере 13 млн 920 тысяч. Непосредственно из федерального бюджета в сумме 9 млн 645, а из местного бюджета 4 млн 275 тысяч. С 2015 года гранты на общую сумму почти в 25 млн рублей получило 18 фермерских хозяйств, ориентированных на растениеводство и животноводство. В этом году после конкурсных процедур поддержку получат еще 10 севастопольских фермеров. Индексацию пенсии в этом году заменили единовременной выплатой. 5 тысяч рублей уже перечислены владельцам пластиковых карт. А для тех, кто получает деньги на почте, компенсацию начнут выдавать с 13 января. Единовременную выплату получат почти треть населения страны, примерно 44 млн человек. На эти цели из бюджета выделено более 221 млрд рублей. Соответствующий закон был подписан президентом России в конце ноября 2016 года. Деньги будут представлены в январе, причем эти деньги, как и пенсии, не будут облагаться никакими налогами. В Севастополе единовременную выплату получат свыше 117 тысяч человек. Это все те, кто состоит на учете в городском пенсионном фонде. Почта начнет выдавать деньги 13 января по специальному графику. Те, кто уже получили пенсию с 3 по 13 января, им будет отдельно доставляться в почтальон и будут доставлять эту выплату. Те, кто еще не получили пенсию, поэтому им уже будет вместе с пенсией с 13 по 28 января доставлена эта единовременная выплата. Я хотела бы обратить внимание, что если вдруг кого-то не окажется дома и они не смогут в январе месяце получить эту единовременную разовую выплату, переживать совершенно не стоит. То есть эта выплата будет доставлена в феврале вместе с пенсией. В конце января Росстат посчитает индекс инфляции за прошлый год. После этого пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы. Дмитрий Слизовский, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя. В этом году призывники Севастополя и Республики Крым будут проходить срочную воинскую службу за пределами полуострова. Исключение сделают только в связи с семейными обстоятельствами, передает ТАСС. Эта практика начнет применяться уже с весеннего призыва. А в какие регионы отправятся молодые люди, станет известно не раньше апреля. Когда будет получен наряд Южного военного округа. Полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в совершении нескольких краж, сообщает пресс-служба Управления Министерства внутренних дел по городу Севастополю. Жертвами преступницы становились пожилые люди. В ходе следствия установлено, женщина высматривала пенсионеров во дворах домов, звонила в квартиры и представляла социальным работникам. Предлагала разменять крупные купюры на мелкие, мотивируя это тем, что должна произойти реформа, и подбрасывала фальшивые деньги. Если человек отказывался обменять деньги, совершала кражу. Злоумышленница умело маскировалась, используя парики и контактные линзы. От ее преступных действий пострадало 10 севастопольцев. Сумма причиненного ущерба пенсионерам только Нахимовского района составила более 600 тысяч рублей. Преступную деятельность злоумышленницы пресекли оперуполномоченные уголовного розыска, задержав по горячим следам после совершения грабежа в отношении 85-летней женщины. В настоящее время в отношении задержанной следственными органами возбужден ряд уголовных дел. По признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», части 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража», статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Она арестована. По информации сотрудников полиции, от действий злоумышленницы могли пострадать еще пожилые люди. Следствие располагает данными о ее причастности к совершению более чем 20 фактов аналогичных преступных деяний. В преддверии Крещения Господня спасатели обследуют морское дно. В этом году определены 6 основных мест для окунания. Специалисты занимаются поиском опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью человека. К работе привлечены водолазы и спецтехника. Жестяные банки, обрывок металлического троса, деревянные обломки – это мусор, который достают спасатели со дна карантинной бухты. Он представляет потенциальную угрозу здоровью и жизни людей. Водолазы снова и снова погружаются в морскую воду. Они тщательно обследуют дно. Окунание верующих в православный праздник Крещения должно быть безопасным. Мероприятие принимает специализированный отряд, водолазные подразделения, Государственная инспекция полномерного суда, инспекторский состав и общественная организация Всероссийского общества спасения на водах. Также осуществляет обход территории, береговой черты с целью сбора того мусора, который появился на берегу и минимизации рисков. Мероприятия в городе спланированы перед 19-м числом в соответствии с планом, который у нас согласован. И будет проводиться на всех тех местах, которые спланированы, официально заявлены для проведения крещенских компаний. Для обеспечения тщательного обследования дна используется новейшая спецтехника. Спасатели работают со специальным подводным бомбоискателем. Он способен сканировать грунт в радиусе 6 метров. Также в операции задействован пиротехнический автомобиль, оснащенный уникальным спасательным оборудованием. Он был получен главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Севастополю совсем недавно. Машина оснащена средствами защиты, из расчета на пиротехнический расчет шансовым инструментом, средствами поиска. Это два миноискателя, один прибор глубинного поиска. Также для дополнительного исследования георадар с соответствующими характеристиками. Оснащена роботом с дистанционным управлением для проведения разведки или установки заряда в местах, где по каким-либо причинам не может подойти пиротехник, специалист. И также система погашения взрывоопасных предметов с общим снаряжением до 2 килограмм. Сотрудники МЧС обращаются к севастопольцам с убедительной просьбой в крещение 19 января, пользоваться оборудованными местами для окунания. Сергей Краснослободцев, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Севастополь делит первое место с Санкт-Петербургом по уровню заключения браков. Об этом сообщает Севастопольстат. За январь-ноябрь прошлого года в городе заключили 3766 браков. Это 9,9 на тысячу жителей. Так же, как в Санкт-Петербурге. В целом, по России этот показатель составил 6,8. Наиболее активные женщины и мужчины в Севастополе выходят замуж и женятся в возрасте 25-29 лет. Вместе с тем имеют место ранние и поздние браки. Так, в январе-ноябре 2016 в возрасте до 18 лет вступили в брак 11 девушек и двое юношей. В возрасте 60 лет и старше заключили браки 124 мужчины и 81 женщина. За этот же период был зарегистрирован 1731 развод. 32 ученика младших классов средней общеобразовательной школы номер 14 приняли участие в соревнованиях по гимнастике. В каждой команде выступали по 8 спортсменов, 4 девочки и столько же мальчиков. Ребятам предстояло выполнить акробатическую связку. Кто справился лучше всех, расскажем далее. Они мечтают об олимпийских медалях и мировых рекордах, а пока уверенно ставят рекорды личные. Маленькие гимнасты и акробаты защищают честь своих классов на школьных соревнованиях. Задача каждого из 32 участников – без помарок выполнить комплекс физических упражнений на выносливость, координацию движений и растяжку. Я готовился к этим соревнованиям целый год. Самое для меня было это сложное – это корзиночка. Корзинка – это когда ложишься на живот и руки выставляешь вперед, чтобы носки достали до головы. Самое непростое движение для меня оказалось – это кубок, потому что можно иногда не так вывернуться. И меня моя учительница научила, и поэтому я теперь хорошо и красиво выступаю. Самое сложное было боковой и задний кувырок, потому что когда делаешь этот кувырок, надо голову отгибать в сторону и становиться на нее. И потом выходить на полушпагат или вообще на шпагат. Выступление оценивали профессиональные спортсмены, учителя физкультуры, а также старшеклассники, призеры городских и республиканских состязаний. Во главе судейской коллегии – президент Федерации спортивной акробатики Севастополя. Пускай это пока начало с их неспортивной такой маленькой карьеры, но в любом случае они должны выполнять упражнения правильно, так как им преподнес это учитель физкультуры. Если это ласточка, значит это ровные ноги, значит это ровная осанка, что самое главное для ребенка. Я думаю, что мы обязательно пригласим их для занятия в наш любимый вид спорта – спортивная акробатика. И если они будут целеустремлены, они пойдут дальше, будут выполнять спортивные звания. Они развивают гибкость в первую очередь, развивают координацию, ну и конечно же красоту выполнения гимнастики. Гимнастика всегда дает гимнастика красоту исполнения. Мы взяли эти элементы из программы «Винер» и изучали их на протяжении всей второй четверти. Среди самых младших спортсменов золото взяла команда первого А. Второй и третий Б классы стали лучшими в своих возрастных категориях. Все участники соревнований получили медали и грамоты. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». К новостям спорта. Севастопольская команда спортклуба «Муссон» завершила борьбу за медали в первенстве России по баскетболу среди юношей до 16 лет. Подопечные старшего тренера Виталия Федиско в упорной борьбе уступили в матче 1-8 финала коллективу «Алтайский край-1» 65-68. На протяжении всей встречи команды шли в счете вровень. Первую четверть наши игроки завершили в свою пользу 16-14, после второй уже проигрывали 28-29, после третьей отставали на 4 очка. Основное время встречи закончилось со счетом 55-55, но в овертайме чуть точнее были соперники. Лучшими в составе спортклуба «Муссон» назван Никита Гальцев. Он принес команде 23 очка и сделал 11 подборов. После этого поражения севастопольцы будут бороться за 9-16 места. Да, соперник пока не определен. Игра состоится в пятницу, 13 января. Победитель первенства станет известен 15 числа. Один из сильнейших севастопольских боксеров, воспитанник детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 4, Иван Романчук начал подготовку к сезону 2017 года, сообщает пресс-служба городской федерации бокса. Сейчас спортсмен вместе с тренером Олегом Баландиным находится в расположении юношеской сборной России в Адлере. Наставник отметил, на сбор 15-16-летних боксеров приглашены и пять юношей в возрасте 13-14 лет. Среди них Иван Романчук самый младший. Спортсмены чередуют занятия в тренажерном зале с беговыми упражнениями в горной местности Адлера. Сбор посвящен общефизической подготовке и продлится до 20 января. Иван Романчук имеет в своем активе 56 побед и ни одного поражения. К этому часу все. Хороших вам новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok